МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, здравствуйте! У нас сегодня премьера телевизионного проекта «Вкус Ставрополья». А всё почему? Потому что краевой конкурс «Вкус Ставрополья» Можно сказать, главное событие в рамках дня празднования Ставропольского края входит в свою активную фазу. И мы с вами становимся главными его участниками. Ведь именно мы выбираем тот самый продукт, который станет вкусным символом Ставропольского края. Ну что ж, вы уже, уважаемые телезрители, определили 10 номинантов. И мы в течение месяца, сегодня ровно как месяц до дня Ставропольского края, мы с вами в течение месяца еженедельно в рамках телепроекта «Вкус Ставрополья» будем выбирать самый вкусный продукт. Ну что ж, сегодня мы готовы представить вам первого номинанта. Расположился он под номером 9. Почему, вы спросите, под номером 9? А всё потому, что всем номинантам в алфавитном порядке присвоены номера от 1 до 10. Я их озвучиваю. Под номером 1 расположился Буденовск молл-продукт, под номером 2 корона Ставрополья, 3 ипатовский пивзавод, вам он более известен как ипатовский грушовый, лимонад, именно за него голосуете вы. Под номером 4 молочный комбинат Ставропольский, номер 5 нарзан кисловодский, номер 6 мясокомбинат Олимпия, номер 7 ипатовский сыродел, номер 8 ставропольские деликатесы ИП Удовиченко, номер 9, который мы сегодня представляем, это хлебокомбинат Георгиевский, номер 10, Пятигорское мороженое любимое, холод производит, которая организация. Ну что же, проголосовать можно двумя способами. Первый на сайте stv24.tv, зайдя в раздел «Вкус Ставрополья», там найти голосование, поставить галочку под любимым продуктом и нажать на кнопочку «Голосовать». Или же сегодня стартует смс-голосование. Вы отправляете на короткий номер 4647 сообщение с текстом «Вкус СК» и номером любимого продукта. Вся информация есть на сайте stv24.tv. В течение телевизионного проекта мы также будем обо всем рассказывать. Но, как я уже сказала, сегодня мы говорим и пробуем о, наверное, самом любимом продукте. С детства это, конечно, хлеб. И сегодня наш номинант хлебокомбинат «Георгиевский», который известен всем нам не только в Ставропольском крае, но и за его пределами. Я думаю, чтобы лучше его узнать и перейти непосредственно к разговору с нашим первым гостем, я предлагаю посмотреть визитную карточку, которая расскажет еще лучше меня о Георгиевском хлебокомбинате. Процесс изготовления на Георгиевском хлебокомбинате, к примеру, пряников «Загадка» начинается с замешивания теста из двух видов муки. Вот сейчас мы выгружаем уже готовое тесто. Ученок походу пойдет сюда на разделку. Наша задача – заместить тесто. Задача формовщика – его отформовать. Вот все сюда, мука подается, вот за общего дозатора подается сюда. Вот здесь я его взвешиваю, определенное количество муки. После этого тесто переходит на формовку. Здесь дырочек идет в бункер, сюда в бункер падает, и я уже через аппарат ругулироваю, включаю и формую пряники. Оно разное, всякие есть пряники, и с начинкой, и без начинки. Есть круглые пряники, форма даем круглая, есть длинные. Насадки поменяем, и оно это, крупные насадки, оно круглое идет, с начинкой, с дырочкой пряник. Далее выпечка пряника. Достаточно 12 минут, чтобы сладость пропеклась, но еще бы температура в печи от 230 до 245 градусов. Мы смотрим донышко, видите, чтобы она у нас была вот такого цвета, ни черного, ни белого, чтобы был золотистый цвет. И чтобы у нас повидло, смотрим еще, чтобы у нас повидло, видите, чтобы она не совсем убегала, потому что у нас повидло вот так вот. Проверяю. Вот, оно, видите, оно должно быть там повидло. А после на глазировку горячим сахарным сиропом. Потом пряник идет на сушку, периодически, в общем, туда идет, и высыхает, и получается на нем глянец, вот этот белый, который бывает на прянике. Он высыхает этот сироп, получается глянец. И пряник получается красивый. К нам он идет в печки, постепенно остывает, поступает сюда золотовый сироп. Сироп, где вот оттуда и твачка, горячий, да, в холодной температуре набивается. Вот, видите, он не гладкий, получается, как рисунок. Он высыхает, на нем рисунок получается. Финишная прямая, фасовочный отдел. Пряники разные, разные фасовки. К примеру, медовые пряники фасуются по 300 граммов, а загадка по 400. В коробке складывают по 10 пакетов. И вот так в день на хлебокомбинате готовят 2-3 томных пряников. Сейчас именно идет пряник за датой. По коробку, тарную, клеим, с следующей даты у нас заявка пришла, выполняем заявку. Дата, чтобы была, чтобы печатал, чтобы пакет был целый, чтобы ни день не размазано, чтобы было все чистенько. Паковываем, пасуем, все, стремимся к лучшему. Со дня основания завода работает сухарная линия. А эта чешская печь служит производству с 80-го года. За это время сложились определенные традиции выпечки сухарей. Внедряют и новую технологию. Но цель сохранить именно те вкусовые качества. Сейчас линия вырабатывает до 60 тонн сухаря в месяц. Перед тем, как сухарь попадает в печь, на сушку, сначала делаются сухарные заготовки, выпекаются. Он выстаивается примерно сутки. и затем уже режется на дольки такие оптимальные. Есть толще дольки, но наш народ любит такой сухарь. И потом уже сушится и сохраняет свои вкусовые качества очень долго. Притягивает запахом и отдел, где пекут батоны. Замешивание теста, деление на определенные куски заданной массы. Далее формуем тесто, ставится тесто в расстойку. После расстойки в зависимости от наименования изделия производится нарезка изделий. В зависимости от того, какое изделие 2-3 нарезки будет. И после того, как расстойка подошла, уже происходит окончательный процесс технологический и снова запекание. Запекание в ротационной печи. В ней происходит циркуляция не только самого изделия, но и воздуха внутри. Планомерно прогревается, пропекается, из-за этого получается хорошее изделие. Хорошо печеное. Батон печется 25 минут по программе. Здесь программа останавливается, батон запекается 25 минут. То есть, если чем больше массовая заготовка, соответственно, тем больше времени уходит на выпечку хлеба. В день пекут около полутора тысячи батонов. 45 лет назад из старых помещений и маленьких площадей трудовой коллектив пищекомбината, там он тогда назывался, перешел в просторные производственные помещения. За это время хлебокомбинат Георгиевский стал один из самых устойчивых и стабильно работающих предприятий по производству хлебобулочных и кондитерских изделий на юге России. По Золотым фондам предприятия были и остаются работающие в нем люди. Есть специалисты, есть работники, которые проработали на предприятии 40 лет. Вы представляете, хлебокомбинату 45 лет, они 40 лет отдали производству. Георгиевские хлебобулочные и кондитерские изделия едят не только на Сморополе, но и в Кубаркан-Балкарии, Северной Осетии, Калмыкии, Астраханской области, Дагестане, Чечне и других рекламных России. В настоящее время мы по ассортименту работаем очень своеобразно. У нас всего пройстлись где-то 350 номинований изделий. Это очень много. Основные виды изделий это хлеба, первый сорт, украинский, это наши эксклюзивные хлеба, наши собственные разработки, хлеб зерновой, орловский, хлеб нивушка. У нас пряничные изделия, очень хорошие специалисты, они средний стаж работы пряничной бригады одного работника где-то лет 12. Представляете, какой костяк? Очень хороший ассортимент кондитерских изделий. Мы в числе немногих вырабатываем пончики, далее кавказская издоба, кяту, на зуб, земелах. Эти изделия пользуются хорошей популярностью у отдыхающих на кавказских минеральных водах. За пекарное искусство хлебокомбинат Георгиевский становился лауреатом международных и всероссийских смотров качества хлебобулочных и кондитерских изделий. Наши предприятия являются обладателем многочисленных призов, кубков, медалей, наград, дипломов. Самые крупные из них это кубок губернатора Ставропольского края, первое место кубки кавказа по хлебопечению, мы дважды обладатели кубка кавказа по хлебопечению, здесь гран-при всероссийских и международных смотров качества хлебобулочных изделий, лидеры КМВ, бренд Ставрополья и так далее, и так далее. Бренд предприятия Натур Продукт Весь ассортимент вырабатывается традиционным способом из натурального сырья без применения химических добавок и консервантов, что делает его живым и полезным для здоровья. Хлебокомбинат Георгиевский это вкус Ставрополя. Кирпичик пшеничный, ржаной, бездрожжевой, черный, итальянская чабата, французский багит, сколько сейчас видов хлеба, трудно даже, наверное, все их произведения изнести. И, кстати говоря, рецепт хлеба человечеству известен еще со времен неолита. Интересен тот факт, что все, наверное, хотели бы научиться печь хлеб, но далеко не каждому удается хлеб вкусным. Вот в нашей студии наш первый гость, которому, я думаю, хлеб удается вкусным всегда, это Александр Алексеевич Сергеев, генеральный директор хлебокомбината Георгиевский. Здравствуйте, Александр Алексеевич. Здравствуйте. Ну, я думаю, смело могу сказать, что вы стоите у истоков предприятия. И скажите, ну вот, почему именно хлебом занимаетесь? Да? Можно заниматься, ну, я думаю, вообще непросто этим всем заниматься. Почему не колбаса, не мясо, не молоко? Почему хлеб? Наверное, судьба. Судьба. Так получилось, что направили меня спасать в одно время хлебобулочное производство, потому что в городе были проблемы с обеспечением населения хлебом. Это был далекий 1987 год. Вы представляете? Да, я была совсем маленькой. С этого времени, все время на предприятии. Коллектив в этом году отпраздновал 45-летие. Я практически что, получается, 30 лет. 30 лет на предприятии. Это, конечно, это уже, можно сказать, судьба. И с этим я смирился. Тут ничего не поделаешь. Александр Андреевич, вот если говорить вообще про хлеб, вот как продукт, да, хлеб, для вас что такое вот в вашей жизни хлеб? Хлеб всему голова. Хлеб на стол и хлеб при стол. Мне кажется, в этих словах заложен большой смысл. И когда я в этот бизнес пришел и вот осознал социальную значимость производства хлеба, и вижу, насколько это и ответственно, и тем более в настоящее время вместе со мной трудятся и мой сын, и невестка, да и супруга помогают. вот, поэтому, поэтому, конечно, вот этот бизнес для меня практически, ну практически это жизнь уже, это жизнь. А параллельно с хлебом идут другие виды изделий, и кондитерские изделия, и фирменная торговая сеть, и автотранспортные услуги, здесь и строительный бизнес, потому что мы очень много строим, очень много строим, и поэтому, поэтому все это вместе, все это вместе, и от каждого направления в работе получаешь определенную удовлетворенность. Ну, конечно, хлеб, это основа, хлеб всему голова. Александр Алексеевич, напомню нашим телезрителям, что работаем мы в прямом эфире, номер телефона не поменялся, 8 800 707 0226, этот номер телефона, на который вы можете звонить и задавать вопросы нашему гостю. А я напоминаю, что сегодня премьера телепроекта «Вкус Ставрополья», в рамках которого именно вы, уважаемые телезрители, можете выбирать тот самый продукт, который станет вкусным символом Ставропольского края, и победителя мы объявим на день края. Сегодня у нас номинант под номером 9. Александр Алексеевич сказал, что хорошая, сильная цифра, и поэтому за номинантом номером 9 вы можете проголосовать, отправив смс на короткий номер 4647 с текстом «Вкус СК» и номер 9. Также можете проголосовать за любого номинанта. На плашечках внизу экрана вы можете следить, под каким номером расположен ваш любимый продукт. Я продолжаю разговор... Так, хотела сказать, стоимость одного смс-сообщения 6 рублей 20 копеек, чтобы вы знали, уважаемые телезрители. На сайте можно проголосовать бесплатно. Вот, Александр Алексеевич, вот вы говорите, да, что не только хлеб вы производите. Какая еще продукция и вообще насколько широко представлена в сетях Ставропольского края, да, и вообще в крупном ритейле по всей нашей стране? Вот смело так спрошу. Хлебокомбинат это одно из крупнейших хлебопекарных предприятий юга России и каждый день мы производим около 100 номинований изделий. В отдельные дни до 20 тонн продукции. Раньше, конечно, в советское время мы и 50 тонн производили, но в настоящее время рыночные условия, очень много конкурентов, вот, но каждый, наверное, производитель находит свою нишу. Наш бренд натурпродукт, слоган «Мы производим здоровье» и продукция под этим брендом представлена, как вы сказали, не только на Ставрополе, но и далеко за его пределами. Мы практически представлены во всех федеральных торговых сетях. Конечно, основной наш покупатель это торговая сеть «Тандр», «Магниты», знаменитые. Вот, там не только хлебобулочные изделия, но и пряники, сухарные изделия, круассаны, вот, причем в ассортименте не одного номинования, а нескольких. Поэтому, конечно же, вот, в нынешних условиях мы должны защищать свои позиции и укреплять. Укреплять. И при том, что все-таки, вот, отрасль в настоящее время представлена, как я сказал, и крупными хлебопекарными предприятиями, и малым бизнесом. Но если сравнить, допустим, 20-30 лет назад, вот, крупных хлебопекарных предприятий практически вдвое меньше стало. Поэтому, здесь, конечно же, и органам власти за эти предприятия надо держаться. Это стержень всей отрасли, и не только на Ставрополе, но и во всей России. Это, это вот та основа, которая даст возможность стабильно обеспечивать население продуктом первой необходимости. Тут, это же политика. Хлеб, это прежде всего это политика. Это и цены, это и здоровое питание, это и функциональное питание, ну и так далее, и так далее. Но хлеб, это основа всего. Я хочу сказать, Александр Георгиевич, что наши продукты еще и очень вкусные. И вот, если мы говорим о таком уже нашумевшем, да, термине, как импортозамещение, вот мы начали, когда работать над проектом «Вкус Ставрополья», мы когда попробовали сами все это, мы поняли, что, господи, да у нас столько всего вкусного, что в принципе нам-то и ничего не надо. Главное своих поддерживать, чтобы они развивались и расширяли вообще спектр своей продукции. И в сетях было побольше нашего. Спасибо. Надо, конечно, поддерживать. Мы за нашего производителя. Александр Алексеевич, вот если говорить, вот возвращаясь к хлебу, сегодня, как я уже вначале сказала, очень много интересных видов хлеба. Вот вы делали какие-то, ну, интересные, я не знаю, изучали потребительский вкус? И вообще, идете ли вы в угоду потребителю? Сегодня, ну, много, правда, да? Кто-то на диете сидит, кто-то вот, популярен бездрожжевой хлеб, да? Мы видели вот эти черные булочки для всяких интересных бутербродов. Вы делаете вот такую интересную продукцию у себя на предприятии? Мы постоянно работаем над ассортиментом, и у нас подавляющее большинство изделий, которые мы производим, это продукция собственного, собственного, так сказать, творчества. Наша лаборатория, наши технологи проявляют свои таланты вот именно в новом ассортименте. Это наши собственные разработки. Вот, наши собственные разработки очень легко находят покупателя нашей фирменной торговой сети, которая насчитывает около 30 магазинов, в основном в городе Георгиевске, в Георгиевском районе. А по всему краю? А по краю здесь идет все-таки отбор. Вот, торговля, вот это нам нужно, вот это востребовано будет, вот это нет, в особенности федеральные сети. Иногда получается так, что крупный покупатель, ну, допустим, та же федеральная сеть, берет и делает определенный заказ. Вот нам бы хотелось, чтобы вы изготавливали вот такое-то, такое-то изделие. И мы быстренько откликаемся вот на это предложение. Почему? Потому что, ну, они покупательский спрос изучают уж до того досконально. Мы тоже даже чувствуем вот потребность нашего покупателя. Руку держим, так сказать, на пульсе, но федеральные сети это объемы, это объемы. А надо, конечно, чтобы продукт был на потоке. Единичное изделие, единицы, единичное производство, это оно низкориентабельно, если даже не убыточно. Поэтому должен быть поток, должен быть объем, должна быть производительность. и на потоке очень легко держать качество. Вот, поэтому мы последнее время этому вниманию очень большое уделяем и закупаем поточные линии. И спасибо правительству Ставропольского края, все-таки мы чувствуем поддержку и за счет инвестиционных кредитов, и за счет поддержки со стороны комитета по переработке. Вот, мы, конечно же, обновляемся очень здорово. Каждый год порядка 15-20 миллионов у нас идет на тех перевооружение. Согласитесь, в наше кризисное время это очень большая цифра. Александр Алексеевич, ну вот к нам пришло время переходить дальше по нашему проекту. Я быстренько вас прошу, много ли вы знаете блюд, которые можно приготовить из хлеба? Ну, честно сказать, честно сказать, немного, наверное, немного. Ну, а вот мой коллега Леонид Нечпуренко вместе с шеф-поваром ресторана Онегин знают, сколько можно приготовить блюд из хлеба и сейчас нам это продемонстрируют. Ну, а потом, собственно говоря, принесут к нам в студию и мы будем все вместе это дегустировать. Давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорила мне в детстве мама ешь с хлебом, ешь с хлебом. Я с тех пор вот запомнил эту установку, думаю, как и большинство российских детей, с тех пор я помню, что хлеб это неизменная основа и сопровождение вечерней или обеденной трапезы. Но, оказывается, хлеб может быть и основой для вполне себе самостоятельного блюда. Я немножечко сам обескуражен, но с нами шеф-повар ресторана Онегин Ратмир Ахмеджанов. И он сейчас все наши сомнения развеет. Один из претендентов на то, чтобы считаться вкусом Ставрополья, это продукция Георгиевского хлебокомбината. Вот у нас здесь есть такой пшеничный кирпичик, есть ржаная булочка, посыпанная кунжутом, есть вот такая нарезка, хлеб зерновой нарезанный. И вот такие булочки черной основой для бургера и вот такая тоже булочка, видимо, основой для бутербродов. Ратмир, расскажите, какие мысли и идеи вызывает у вас вся вот эта продукция? Из этого хлеба хотелось бы сделать лучшую тематику для детских бутербродов, для наших деток. То есть, чтобы это было и полезно, и приятно, и увлекательно кушать? Да. Давайте попробуем. Хлеб зерновой из пшеничной муки высшего сорта. Ну, с него и начнем. подразмер делаем сырок. И так же редис. Тоненько слайсами. Первый вариант. Для бутерброда готов. Ну, действительно, выглядит очень аппетитно. вот у нас ржаной какой-то. Да, ржаной, да, многозерновой хлеб. Из него сейчас сделаем уже такой тематический бутерброд. Назовем его так символически мышкин домик. Будем использовать хлеб, ветчину, сыр и перепелиные яйца. И так разрезаем хлеб вот на такие обычные, в общем-то, бутербродные кусочки. два слайса любому достаточно нам будет. Сейчас смажем сливочным маслом. Ну, вот сейчас мы из полезного и вкусного сделаем его еще более вкусным с помощью вот наших таких задумок. В принципе, бутерброд уже готов. Сейчас вот одним салатом сыт не будешь, нужно какие-то мясные компоненты добавить, что-то более сытное. Мясными компонентами будет служить у нас печена, кусочек печени сейчас возьму и сыр. Так, сыр сделаем в гуличке. Следующие компоненты это перепелиные яйца. Они же будут служить у нас мышками трех мышечек хватит для этого. У колбасок какая-то особенная роль. Они служат мышке. Будут служить ушками. Мышками. Как это? Мышка без ушки. И все это выглядит довольно аппетитно. И как мы уже разобрались чуть раньше, это все довольно полезно и может послужить отличным завтраком. Конечно. А мы пока, я думаю, перейдем к следующему блюду, тем более, что какая-то продукция у нас еще осталась. Да, вот такой кирпичик у нас есть. Кирпичик называется бездружугой. Да, классический какой-то пшеничный пшеничный высшего сорта. Назовем бутерброд божья коровка. Два тонких костей. Да, любой бутерброд начинается с одной и той же операции. Нужно хлеб порезать на тоненькие кусочки. опять масло. Масло. В наших бутербродах сегодня без него никуда. Конечно. Для объема опять салат. Пока что это выглядит как мышкин домик. Вот такой надрезик. Это будет наши кривушки нашей коровки. Сделать вот такие цветочки, кружочки. У нас же волшебный будет бутерброд. Из-за этого будем использовать вместо кружочков цветочки. Да, цветочки. Надрезаем чинит. Как пазл собираем обратно. Сейчас посмотрим, как это будет смотреться в сочетании с хлебом от георгиевского хлебокомбината. А у божьих коровок, как мы знаем, множек много. Много, да. Что действительно очень похоже на божью коровку. Симпатично и довольно аппетитно. Вот он готов, наш третий бутерброд. Что, есть у нас уже три полноценных блюда, все они разные, все они оригинальные и интересные, но я думаю, что мы не можем не попробовать вот такие варианты для бургеров. Вот я вижу, здесь есть черная булочка для черного бургера, может быть, что-то из нее можно сделать. Да, конечно, сейчас что-то попытаемся сделать. Красителем является натуральный продукт, активированный уголь добавляют в состав. Для бургера нашего понадобится фарш из говядины, заранее приготовили уже, сделаем соус, это горчицу, возьмем кетчуп и майонез, он использует салат, огурцы малосольные, бекон и лук. Соединим дижонскую горчицу, кетчуп и майонез. Из этих компонентов сделаем соус для бургера. Обжарим котлету на раскаленной сковородке чуть-чуть масла растительного. Золотистого цвета обжариваем. Вторая сковородка нужна для того, чтобы чуть подсушить мякошь хлеба, чтобы соус не впитывался и не превращался... То есть сюда мы маску не добавляем, это сухая сковородка? Да, на сухой сковородке, да, совершенно верно. Делаем до золотистого цвета чисто обжариваем колочек. Пока это все жарится, займемся другими ингредиентами нашего бургера. Возьмем соленый огурчик, малосольный, соленый. Делаем такие вот слайсы, такие тоненькие несколько штучек слайсов. Четырех достаточно. Подготовим мучок. Так, и бекон. Бекон, наверное, мы тоже чуть-чуть обжарим. Главное, чтобы ничего не подгорело, не выпустить. перед ним где-то сочная, красивая доклевка. булочка готова. И мы на этой же сковородке обжарим слегка наш бекон. Пока все жарится, мажем с двух сторон нашим соусом. В принципе, уже готово. Можем ее водружать вот сюда. Можем уже. Красиво с двух сторон. Патлетка получилась сочная. Главный компонент нашего бургера. Угу. Правда, говорят, что хлеб всему голова. И сейчас мы увидели, как с помощью обычных хлебобулочных изделий можно изготовить вот такие интересные, оригинальные блюда. Довольно аппетитные. Главное, чтобы хлеб был хороший. Мы уже знаем, что Георгиевский хлебокомбинат один из претендентов на то, чтобы его продукция называлась вкусом Ставрополья. Насколько это вкусно, мы скоро сейчас оценим. Осталось только пожелать выбирать хороший хлеб, и тогда эти блюда будут вкусными и недолго вам запомнится. Уважаемые друзья, телезрители, добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. В эфире телеканала «Свое ТВ» премьера телепроект «Вкус Ставрополья» краевая акция «Вкус Ставрополя» с одномерным названием уже стартовала, можно сказать, месяц назад. Мы с вами вместе выбирали 10 номинантов, которых определили, и теперь они под порядковыми номерами от 1 до 10, вы можете за них голосовать. Но у нас в студии появились гости, и они, в общем-то, уже очень хотят в эфир, поэтому я не могу больше говорить, я умолкаю, и представляю, к нам присоединились мой коллега и соведущий проекта, журналист Леонид Нечапуренко, и также семья Совва, правильно я фамилию или назвала, а то переживаю, Павел Мария с детьми, с Арсением и Валерией. Арсений больше всех хочет в эфир, больше всех хочет рассказать, какой он любит хлеб. Лень, ну, вы с Радмиром Ахмеджановым, шеф-поваром ресторана «Онегин» готовили очень красивое вообще блюдо из хлеба, ты сам-то расскажи, как к хлебу относишься. Добрый вечер, Свет, ну, стараюсь в последнее время немножко ограничивать себя в мучном, скажем так, чтобы в целях заботы о не вполне идеальной фигуре, но иногда сложно противостоять своим слабостям и нет-нет, да и позволяешь себе какую-нибудь аппетитную краюшечку, тем более, если речь идет о такой качественной и проверенной временем продукции, как от Георгиевского хлебокомбината. Я хочу сразу сказать, что я ничего из этого не пробовал, вот как мы приготовили все бутерброды здесь, внимательные зрители могут сравнить, сопоставить, все, что приготовили, все привезли, хотя соблазн, конечно, был хотя бы маленький кусочек, но на кухне оставались, вот это выдержка, да, я просто хочу сразу поделиться секретом, там оставались какие-то отрезочки, объедочки, какие-то кусочки, которые не вошли в наши такие фирменные бутерброды, вот их я пробовал прямо разных сортов и много, немного того, немного другого, ржаной, пшеничной, нарезочку, какие-то эксклюзивные вот такие булочки там были и, честно говоря, я впечатлен. Знаете, вот одно из воспоминаний детства, это когда родители прям вот горячий хлеб из колхозной пекарни привозят, отламываешь вот горбушку такую, можно еще солью немножко сверху посыпать и казалось тогда, что вкуснее этого вообще ничего не может быть. Ну, с тех пор, конечно, времена поменялись, но вот этот хлебушек вернул мне воспоминания о том, что хлеб действительно может быть вкусным, вот, и я не знаю, согласятся ли со мной гости, мне очень хочется, чтобы они попробовали все-таки, что мы здесь приготовили. Вот, ам-ам. Ну, я так, ам-ам Арсений, самый маленький гость сегодня в нашей студии, больше всех хочет попробовать. Павел, Мария, Валерия, да, рассказывайте, какой хлеб вы любите, кушаете ли вы его? Ой, любим мы хлеб, конечно. Сказала мама, вздохнув, по маме не скажешь, что она любит хлеб. Кто его не любит? Ну, конечно, главное, чтобы он был свеженьким, но в основном третий хлебзавод любим. Георгиевский хлебзавод знаете ли вы? Ну, вот, не знаем, бывает, покупаешь хлебушек вкусный, а какой, не знаем. Давайте попробовать. Мы же немножко стесняются. Вы разбирайте, мы же вот и детский вариант специально готовили, то есть это какие-то интересные тренулы. Там рыбки, божьи коровки, мышки. Давайте, Арсений, начинай. Ушка. Давайте пробовать. Давайте, вы пробуйте, будете рассказывать, вкусно вам или нет. Да, чтобы гости с открытым ртом не говорили, я еще хочу отметить, вы угощайтесь. Я просто очень обрадовался, когда узнал, что именно продукция там есть ножичек, можете мелкие кусочки себе отрезать, буду представлять и буду с автором вот этой передачи, потому что мы много работали над проектом «Вкус Ставрополь», и я сам много думал над тем, ну какой же продукт может быть такой визитной карточкой края, его вкусом. И, конечно, продуктов много, мы их знаем, любим, разбираемся, но вот если спросить человека, который, допустим, не живет в Ставропольском крае, чем известен наш регион, я думаю, что в первую очередь, конечно, назовут хлеб, которого мы много производим, в этом году очередной рекорд. Каравай наш внушительный, больше 9 миллионов тонн, собранный золотыми руками наших хлеборобов, и вот когда золотыми руками этот собранный хлеб еще и выпекается и замешивается золотыми руками, то должно получиться нечто совершенно потрясающее. Вот это мое мнение, они знают, насколько согласятся с нами наши гости. Так, в общем, давайте пробовать, потому что, мне кажется, это очень вкусно, а пока вы пробуете, мы поговорим с Александром Алексеевичем, чтобы вот вы не стеснялись, пробуйте, отрезайте вот эту черную булочку, Лень, давай, помогай, разрезай, потому что она какая-то невероятно вкусная. Давайте, Александр Алексеевич, пока пробуют ребята, вы-то сам, какой хлеб любите, какой едите? Я люблю простые хлеба. Хлеб армейский, это наша собственная разработка. Батон со трубями, тоже наша разработка. Ну, а вообще, вот гости, конечно, когда хлеб, колбаса, икра бы еще туда черный, в первую очередь, они будут икру и колбасу пробовать. Ну, а хлеба, конечно, у нас традиционно употребляются как? Берем, кушаем, да, и хлеб параллельно, значит, идет в пищу. Но подскажите, ни одна семья без хлеба не обходится. Я думаю, что вот семья Сова подтвердит, что хлеб каждый день есть на столе. Правильно? В микрофончик. Дочь, микрофон маме. Конечно, хлеб каждый день обязательно. Особенно с жидким. С вареньем мы любим, да, хлебушек, с маслом. Как бутерброды, рассказывайте. Бутерброды очень вкусные, молодец, не зря старался. Слушайте, я впервые понял, что, во-первых, впервые ел во время прямого фирма, а я впервые говорю с набитым ртом. В общем, вот такой у нас сегодня вкусный, интересный проект. Александр Алексеевич, скажите, номер 9, вот вам достался номер 9, как вы относитесь к этой цифре? Ну, это очень сильная цифра. Вот телезрители должны знать, что сильнее этой цифры нет. И мне как-то сестра сказала, вот возьми, посчитай свой день рождения. Вот я родился 30-го дня. по нумерологии я тоже слышала. 1958-го года. Вот все цифры сложить, и вот если девятка получается, это очень, это сильная цифра, это сильный характер. Ну, еще несколько слов, вот я хотел бы сказать. Конечно, вот бутерброды, потом, ну, может, квас, окрошка, вот куда хлеба идут, допустим, сухари панировочные, котлеты мы делаем, замачиваем и так далее. Это, как правило, хозяйки используют уже после того, когда хлеб остается, да, правильно? Вот, а в основном, как я вот немножко ранее сказал, хлеб очень большое разнообразие имеет, употребляется параллельно с первыми, со вторыми блюдами, ну, и бутерброды делаются, там, может, чай, там, с сырком, там, с вареньем сверху, с маслицем, ну, кого деньги позволяют из красной или черной икры. Ну, это да. Уважаемые гости, Леонид, можно еще вопросы задать тоже нашему собеседнику? Вы можете, кстати, задавать вопросы нашему гостю, это директор хлебокомбината Георгиевского, он сегодня вам все про хлеб может рассказать. У нас за столом общий вопрос возник по поводу вот такой необычной черной булочки. Я читал ее состав. Это мука пшеничная, она не ржаная, и тем не менее она черная, вот буквально как чернила. Я не знаю, это секрет производственный, или можно намекнуть, что это за эффект такой? Это, кстати, заказ федеральной сети. Вот, и по их заказу, по их заказу, специально мы ездили на мастер-класс, вот, мы делали до этого булочки исключительно из муки высшего сорта, без добавления ингредиентов, чтобы вот этот цвет придать, вот, а нам подсказали на мастер-классе, и федеральные сети попросили, вот эта булочка будет востребована и в общественном питании. Востребована не то слово. Да, и в общественном питании, значит, и даже в торговле. Поэтому это практически, значит, всего лишь месяц, как она у нас появилась в ассортименте, и очень приятно, что вот... Она завоевала рынок очень быстро. Да, мастера, мастера общественного питания, вот, оценили, оценили и цвет, и вкус. Я могу сказать, что мы внимательно изучали ассортимент вашего хлебокомбината, чтобы решить, ну, что использовать в приготовке. Понятно, что последнее слово было за шеф-поваром, но я когда увидел вот эту черную булочку, я просто... Столько эмоций у ребенка. Я не сомневался, что мы ее выберем, и видите, так и получалось, мое мнение совпало с мнением профессионала. На вкус какая черная булочка? Я никогда не пробовала, честное слово. Она отличается от белого? Лень. Это вот наши гости пробовали, я пока не дошел, давайте у них спросим. Отличается? Отличается, да. Да, отличается. Оригинальная? Такой вкус, да. Да, отличается. Очень смешная. Уважаемые гости, ну что же, я вот, наверное, некорректно спрашивать, да, за кого вы будете голосовать среди номинантов? Ну, конечно же, за хлебушек. За хлебушек, да. За хлебушек, сегодня мы будем голосовать. У нас остается всего несколько минут. Я должна озвучить итоги уже сейчас, первые итоги нашей турнирной таблицы. Я сейчас быстренько озвучу, и мы с вами будем прощаться. Итак, уважаемые телезрители, сейчас на ваших экранах таблица, в которой представлены под номером 1 Буденновск молдпродукт, под номером 2 Корона Ставрополя, под номером 3 Ипатовский пивзавод, известный вам Ипатовский грушовый лимонад, под номером 4 Молочный комбинат Ставропольский, под номером 5 Кисловодский нарзан, под номером 6 Месокомбинат Олимпия, под номером 7 Ипатовский сыродел, под номером 8 Ставропольские деликатесы из Светлограда, под номером 9 наш сегодняшний герой Хлебокомбинат Георгиевский, и под номером 10 любимое Пятигорское мороженое. Уважаемые телезрители, я напоминаю, как вы можете голосовать, но сначала скажу, что на данный момент у нас сформировалась тройка лидеров, но вы все в ваших руках, все может поменяться. Сейчас у нас в лидерах Ипатовский, Грушовый, он на первом месте, на втором месте Ипатовский сыродел, и на третьем месте Ставропольские деликатесы из Светлограда. В общем, все в ваших руках, голосуем, проголосовать можем двумя способами. На сайте, абсолютно бесплатно, вы можете проголосовать, зайдя в раздел Вкус Ставрополья, и можно также отправить СМС на короткий номер 4647 с текстом Вкус СК и номером любимого продукта. Стоимость одного сообщения всего 6 рублей 20 копеек. ГОЛОСУЕМ! Уважаемые гости, спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Я напоминаю, что в нашей студии сегодня был генеральный директор хлебокомбината Георгиевского Александр Сергеев. Александр Алексеевич, спасибо вам, удачи, поддерживаем вас в конкурсе. Выбирай натур-продукт, будешь сыт, здоров и крут. Вот так вот, у нас сегодня даже аплодисменты, аплодисменты от меня, от моего коллеги Леонида Нечапуренко и от семьи Сова. Спасибо, уважаемые гости, спасибо большое. Ну что ж, уважаемые телезрители, оставайтесь на своем ТВ, а также голосуйте, выбирайте вкус Ставрополья. Именно от нас с вами зависит, что же станет тем самым вкусом, который ассоциируется со Ставропольским краем. Всего доброго, до встречи завтра в эфире. Субтитры подогнал «Симон»